Успешно.Я. Это образовательный курс для женщин, желающих развивать собственный бизнес. Инициатива состоит из трех циклов. В первом предоставляется информация о консультационной помощи, которую может получить желающая начать свое дело. Во втором специалисты-организатора проекта Белинвестбанка предоставляют финансовые возможности, которыми уже сегодня могут воспользоваться женщины-предприниматели. И третий образовательный. Встречи с опытными руководителями. Для нас эта программа «Женщины в бизнесе» очень важна, потому что она помогает повысить потенциал женщин в экономике страны. Сегодня, по нашему мнению, по мнению экспертов Европейского банка реконструкции и развития, потенциал женщин недостаточно вовлечен в экономику нашей страны, в экономическое развитие. Поэтому, проводя такие встречи, мы помогаем женщинам развивать свой бизнес. И мы помогаем им не только финансово, но и не финансовыми, так называемыми продуктами. То есть те продукты, которые помогают женщинам оценить свой бизнес, стать более уверенными, понимать, в каком направлении стоит развиваться. Несколько десятков брещанок стали участницами первой в Бресте бизнес-встречи. Проект Белинвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития заинтересовал тех, кто хотел бы заниматься своим делом, но не знает, с чего начать. Потенциал у жительниц нашего региона, как и у коллег из других областей, в этом вопросе действительно есть. Наши женщины, они в целом очень активны. Им, может быть, где-то чуть-чуть не хватает какой-то дополнительной поддержки в виде повышения своей собственной уверенности в себе, каких-то небольших стимулов. Но если дать им шанс, то они показывают достаточно хороший результат. Современный малый и средний бизнес Беларуси лишь на 25% представлен дамами. А ведь женское предпринимательство является надежным и весьма перспективным сегментом в развитии белорусской экономики. Как показывает практика, представительницы прекрасной половины человечества являются надежными партнерами. Они реже идут на необдуманный риск и всегда стремятся к результату. Женщины ведут более устойчивый бизнес. Может быть, он не такой крупный, но он более устойчивый, более стабильный, более продуманный. Потому что женщины отвечают не только за себя лично, но и за свою семью, за своих детей. И все их решения отличаются большей взвешенностью, нежели у мужчин. Поэтому этот сегмент, конечно, интересен. Сегодня в нашей структуре клиентов это только 35%. Мы хотим, чтобы этот процент стал минимум 50%. Значение женского лидерства высоко оценивается и на уровне республики. Современная структура белорусской власти и бизнеса – это стройный механизм, в котором в равной степени задействованы и мужчины, и женщины. Беларусь, согласно международным критериям гендерного равенства, имеет одну из лучших позиций среди стран СНГ. В основном это люди, которые достигли определенной планки своего развития, своего личностного выражения, самореализации. Очень много у нас руководителей предприятий, предпринимательский сектор у нас хорошо представлен. Но вместе с тем мы сегодня хотим тоже развить еще одно направление – это содействие женскому предпринимательству. Очень часто звучит тема самозанятости, очень часто звучит то, что люди хотели бы открывать свой маленький частный бизнес, семейный бизнес, но как это сделать, многие затрудняются. Поэтому помощь должна быть не только на уровне государства, но помощь должна быть и со стороны общества, конкретно со стороны той же самой общественного объединения, в котором вы состоите. У нас этот вопрос решается в правильном направлении. И мы занимаем лучшие позиции среди стран СНГ. И по женскому лидерству, и по гендерному развитию. Входим в группу стран с высоким уровнем развития. И по гендерному релайнству. То есть те индикаторы, которые касаются гендерной проблемы, у нас в Беларуси хорошие показатели. Семинары в рамках проекта «Успешно. Я» пройдут во всех областных центрах страны. Кроме минчанок и брещанок, в течение полугода к реализации инициативы подключатся еще и жительницы Гомеля и Витебска.